Здрасте! Опять 35! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он хотел стать монтажником, тренером по плаванию и даже кинологом. Получил три высших образования, а потом взял в руки гитару и забросил все остальные дела. Лето – это маленькая жизнь, порознь тихо подрастает на щеках. Порознь, дом плывет по лету, а меня нету. Лето – это маленькая жизнь. Ради карьеры он перебрался в Москву и занял свое место среди известных бардов. Его песни радуют и согревают душу. Их любят, поют у костра и с удовольствием слушают на концертах. Вы только зажигайте вовремя маяк. И никогда вином не запивайте грусть. Поэт и романтик, ценитель женской красоты. Когда-то в его паспорте не хватало места для очередного штампа о браке. Но вот уже много лет он счастливо женат на актрисе театра Вахтангова Марине Есипенко. С добрым утром, любимая, крупными буквами. С добрым утром, любимая, не жалея белил. И лежит нелюдимая надпись огнеманья. И с луны различимая, и с окрестных светил. В чем секрет его оптимизма? Что нужно, чтобы после расставания с женами сохранить добрые отношения с детьми? И как написать хит, владея всего семью аккордами? Об этом и не только, наедине со всеми, народный артист России Олег Митяев. С юбилеем наступившим! Спасибо! Как прошло? Ой, не приходя в сознание. Вот так. Но было весело, интересно, друзья зажигали. Или это уже такой степенный юбилей? Ну, с каждым годом как-то это все кажется более нескромным. Потому что, когда вот я понял, что 50 лет, это просто там в манеже 400 человек, там все такое разгуляемо. В общем-то, сейчас так же пришлось. Но я чувствую, что дальше уже как-то скромнее надо себя вести. Но мы присоединяемся к поздравлениям, хоть он и позади юбилей, но не так далеко. Вот, что вы знаете. Знаете, я задумала, что бывает такая вот история, что сыграет артист какую-то одну роль, и она навсегда к нему приклеивается. У писателей такая иногда случается история, что написана книга. Ну, например, там у Маргарет Митчелла, унесенной ветром, да, ее прославила раз и навсегда. И поколение за поколениями ее читают. У бардов тоже так случается. Пишется огромное количество песен, а в народ закрепляется какая-нибудь одна, ну, две. И она вот навсегда ассоциируется. А Миша Евдокимов, с которым мы учились в театральном институте вместе, как-то мне сказал, Олег, как бы мы ни старались с тобой, у меня морда красная, а у тебя как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я хотела у вас уточнить, простите меня за такую, может быть, это разлучит кощунство, хотя мне кажется, это очень забавно. Это правда или нет? Это байка или нет? Что какому-то своему приятелю вы сказали, что даже когда я умру, на могиле напишут, как здорово, что здесь мы все сегодня собрались. Правда? Это мы гуляли с супругой, переехали на Пироговку, и там Новодевичье кладбище рядом. Я говорю, вот, теперь меня по месту жительства должны похоронить на Новодевичьем кладбище. И знаешь, что напишут? Собственно, у вас просто отменное чувство юмора, я должна сказать, просто браво, это прекрасная шутка. Олег, а что повлияло, собственно говоря, на то, что повело вас в сторону песни? Вот, ну, собственно, семья-то не предполагала, как мне кажется, ни профессии мамы, ни папы. Не собственная направленность сначала, значит, монтажники, что ли? Монтажный техникум сначала, а потом институт физкультуры. Физкультуры, ну, то есть, вот, казалось бы, такое вот спортивное какое-то направление, ну, мужские такие истории и поэзия, нечто такое эфемерное, нечто такое, ну, вот... Мой прадед, он работал чабаном, мордвин, в Мордовии, и он играл на гармошке и пел мордовские песни. И вот уже моей бабушке там было неудобно, что над ним смеялись, его пытались затащить в дом, чтобы он там дома пел. Не на людях, как говорится. Ну, то есть, вот эта вот линия, она просочилась. Я думаю, что вот... И это тоже было предопределение? Предполагалось, да. По поводу своей мамы, вы говорите, что она была очень строга с вами. Да. А вы что, трудным ребенком были? Ну, надо сказать, что вот эта вот рабоче-крестьянская мораль, она вообще предполагает строгость и ремень, и какие-то наказания, ну, если человек не на правильном пути. И другого, в общем-то, родители и не знали. Их так воспитывали. Пороли с раннего детства. Вот. И, по идее, я должен был ненавидеть свою маму за то, что она меня гоняла там то вичкой, то, значит, ремнем. Ну, вичкой вот прутик такой какой-нибудь. Угу. Так. Вот. И я до сих пор помню, прям больно как-то было это все. Но я знал, что это за дело. Мы обещаем написать и забываем. И наши мамы нас прощают, как всегда. А когда-то мальчик был обеспокоен, если только мама покидала дом. И, уткнувшись взглядом в пальмы на обоях, ел горбушку хлеба с сахарным песком. А папа был мягким? Да, он был добрый. Он был добрый и как-то... Ну, я помню, один раз он меня гонял, когда мы покурили. Из листьев сделали себе эти папиросы. И там где-то курили, сидели, да. И тут, так как он курящий человек, он понимает, как это плохо. И тут он долго за мной бежал. Как-то не просто так вспугнул, а бежал долго. Я там через забор куда-то перелез. Не догнал. Да. Про свою службу в армии говорите вот что. Армия научила меня повиноваться и укращать свою гордыню, выполнять приказ. Даже если ты с ними согласен, этому надо учиться. То есть, вот несмотря на такое, так сказать, воспитание в семье, довольно строгое, как я понимаю, да, все равно были человеком вольнолюбивым. Нам повезло, что у нас, в принципе, не было дедовщины. Потому что вся рота была с одного призова. Мы охраняли адмирала флота Советского Союза Горшкова в Москве, в морской форме. То есть я сразу сказал, можно я в морской форме, два года в центре столицы. Боже, какое счастье. Да, я потом ходил по театрам, говорил, мы с подводной лодки. Вот когда началось сочинительство такое активное. Не видели солнца. Вот. Это я к чему? Я ушел далеко. Это про то, что армия научила вас усмирять гордыню. Почему? И, конечно же, у нас были старшины. А по уставу я должен слушаться. Есть и все. Не кто-то там, товарищ старослужащий, такой же матрос, как я, надо мной бы издевался. А когда это старшина, ты обязан. Ты давал присягу. Вот. Поэтому, конечно, тут надо было научиться выполнять приказы. Даже когда они тупые. Вообще, мне еще повезло в том смысле, что я не собирался в армию. Тренер сказал мне по плаванию, не надо, у нас сейчас областные соревнования. В общем, у меня военрук знакомый этот в районном военкомате, поэтому никуда ты не пойдешь. Сделаем освобождение и все. И как-то на тренировке, по-моему, там 7 или 6 мая, он мне говорит, не получилось ничего, завтра с вещами. То есть, и все, а я готовился к областным соревнованиям, он был в отличной спортивной форме. И поэтому, когда меня взяли, я пришел туда и кроссы, и подтягивания, и прочее, прочее, форсирование каких-то водных приград. Так нечего делать. С автоматом Калашникова, да. Но я выглядел лучше, чем другие, конечно. Ну, то есть, армия пошла на пользу в конечном итоге. Да, да. А гитара появилась? Гитара уже где-то в седьмом классе. Ну, там все играли на гитаре во дворе. Гитара была одна, и поэтому вот такая система обучения тоже, мне кажется, это надо использовать, когда гитара... Вообще, когда я сказал, мама, надо купить гитару, мне можно я свою стипендию потрачу и куплю? Потому что я приносил все в дом, а она сказала, ты сначала научись, а потом купим. Так же вот... Это очень разумно, кстати. Это рабоче-крестьянская, опять же, мораль. Поэтому... Но вы же изыскали, видите, мама-то все-таки была права, изыскали возможность найти гитару и научиться? Все-таки она дала мне 40 рублей, и я гитару все-таки купил. Но, когда гитара была одна, мы все очень продуктивно использовали это время. Десять минут мы засекали, тебе дают гитару, ты ставишь маленькую звездочку, большую, лесенка баре, там все. Поэтому вот эти элементарные вещи мы научились. Это вот по сию пору так, сколько вы выучили этих аккордов, столько они и используются вами, или все-таки профессионализм-то возрастал? Нет, я пошел потом, все-таки, когда меня пригласили в Челябинскую филармонию, это отдельная история, я пошел учиться на гитаре. Я три занятия отзанимался, правильная постановка руки, и понял, что мне хватит. Мало того, Булашал Чакуджава в свое время мне сказал, Олег, вы счастливый человек, вы знаете семь аккордов, а я только пять. Вот это да. Да, поэтому... Далее, наедине со всеми. Когда предложили мне работать в филармонии, я сказал, а зачем? А мы тебе комнату в общежитии дадим. Я сказал, ну что же вы молчали, ладно, пойду в артист. А правда, что вы тот самый Константиновский, который изобрел русского тигра? Да ты влюбилась в него. Говорят, что в украшении вам нравных нет. Ну-ка, отставить истерику. Ну-ка, вернись на место. Я не кошка дрессированная. А ты, родная, потерпи. Да я не хочу терпеть. Я жить хочу. А чего ты из себя строишь? Ну, говорят, там в Германии. Для немцев выплясывало? Я уж точно не хуже. Товарищ Хрущев намерен посетить ваше представление. Ай да умница! Может, церковь любит? Не очень. Но он наслышан на вашей дублёше. Карьеру решил устроить. Правильно. Правильно. Смотри, как бы дорого платить не пришлось. Вот так, ребята. Любовь – такая штука. Да дура, что ли? Или делаешь вид? Понимаешь, что Хрущев не отцепится? Он тебе заточит в постель, я его убью и сяду. Нам это надо? Марго собрала вещи. Объезжает она. Как мне ее вернуть, а? Прибави безумие. Есть одно волшебное средство. Она его любит. Он не любит. Она страдает. Маргарита Назарова. Премьера многосерийного фильма. Скоро. На первом. Ты откуда, малый? Кость. Кость. А вы кто? Пап. Да? Я покажу тебе секретный способ, как съесть Орео. Договорились. Сначала пократи. Потом лезни. И обмакни. О, мама! Орео – это у нас семейное. Может ли состояние волос улучшаться с каждым днем? Да. С новым Дафну Тритив Солюшенс. Волосы сразу выглядят более здоровыми. И с каждым применением становятся сильнее и красивее. Новый Дафну Тритив Солюшенс с технологией Кератин Репеа мгновенно восстанавливает и глубоко питает день за днем. Для более здоровых, сильных и красивых волос. Новый Дафну Тритив Солюшенс. Другие кремы стимулируют кожу извне. Мой черный жемчуг действует иначе. Черный жемчуг самоомоложения. Помогает вырабатывать собственные омолаживающие вещества изнутри. Я убедилась. Позже омолодилась. Эффект стойки. Правильное омоложение – это самоомоложение. Черный жемчуг. Только в апреле. Станьте обладателем Lexus NX с оптимальной формулой покупки от Lexus. Трейд-ин с выгодой 150 тысяч рублей. Кредит с комфортным ежемесячным платежом. И страхование на привлекательных условиях. Три привилегии в едином финансовом предложении. Теперь Lexus NX также доступен в новой комплектации Progressive. Боль не должна вас останавливать. 20 минут до старта. А побеждать боль помогает Nurofen Express Forte. Капсула с жидким действующим веществом начинает работать уже через 15 минут. Nurofen Express Forte. Наш новый рекорд против боли. Впервые бархатные ручки создали новую формулу нежности. Silcoil Elixir. Микромасла совершенствуют кожу. Протеины шелка обволакивают поверхность рук, придавая им восхитительную гладкость. Бархатные ручки. Эксперт номер один в уходе за руками. Забудьте обо всем этом. Все, что нужно, есть в новом флагмане. Lumia 950 на Windows 10 с пакетом Microsoft Office. Только в связном. Lumia в рассрочку за 3499 рублей в месяц. Связной. Всегда есть что предложить. Conte Kids. Удобные и экологичные носки, гольфы и колготки. Детская коллекция Conte Kids. Ты элегантна и прекрасна. Колготки Conte. Ушебых раз, отеках два и воспалениях три. Боль, отеки, воспаления дала Бена. Вот решение. Па, а на скейте можешь? Я люблю носки. Я могу бегать по лужам. Когда в нем растут дети. Бархита. Собственно для детей. Если за мной увяжется безумная, но красивая фанатка. Избегу. Самая дорогая мечта в моем списке. Жизнь. Если у меня украли гитару. Может быть научится играть. Олег Митяев. Из-за того, что папа ваш выпивал, вы сказали, что лет до 30 для вас алкоголь был под полным запретом. Тогда все так жили. Собственно говоря, Курская деревня, самогонка из Буряка. И с малолетства тебе по полстакана самогонки там наливают. И они в этом не виноваты. А потом Челябинск, горячий цех, эти трубы и какие там развлечения. Поэтому, да, выпивал отец. Я сейчас тоже думаю, я до 30 лет не пил. А Эльдар Александрович Рязанов, с которым мы повыпивали какое-то время, лет 10. Последний царство в небесное. Он говорит, ну и не пил бы дальше. До 30 лет не пил, ну и не пил бы дальше. Да. Я говорю, лицедеи меня сгубили. Они просто сказали, пора. Буквально причем лицедеи. Не в переносном смысле, не актеры, а лицедеи. Это вот Лейкин. Я сейчас помню, они прям наливали мне так треть стакана. Говорят, ну давай. Я выпивал, а они смотрели так. Ну как? Я говорю, да никак. Не, подожди еще. Сейчас как? Да, пшш. О, вот сейчас. Они говорят, вот так. Четыре минуты. Давай еще. И... Я над вами опыт еще и ставлю. Да. Вот. А сейчас я понял, что 30 лет не пил. Сейчас, значит, я 30 лет повыпивал нормально. Ага. А вот следующие, я думаю, тоже не пить. 30. Да. А следующие потом... Уже опять снова можно развязать. Я считаю, кстати, хороший план. А я вот просто почему на этом моменте заострила внимание, потому что тоже, опять-таки, есть какие-то стереотипы относительно того, что, ну вот что такое бард? Бард у костра раз там. Обязательно надо рюмочку. И там поэзия пошла. И там какое... Ничего близкого. То есть как-то на сухую писались лучшие хиты. Нет, но то, что пишется на сухую, только на сухую и пишется, вообще-то, это 100%. Потому что можно, конечно, понаписать чего угодно. Потом проснешься. А утром... Ну что это? Да. Поэтому я абсолютно точно знаю, что писательству это не помогает никак. Это уж о чем тут говорить. Очень важная задача достигать вот этого восторга без спиртного. Этому надо учиться. Я хотела, чтобы сейчас с вами послушали ваших друзей и прекрасных исполнителей ваших песен, неожиданных братьев крестовских. Дело в том, что я же многое у него перенял из-за того, что я много его слушал и очень люблю. И так или иначе, где-то я потихоньку плагиатил. Там, может быть, в интонациях. И какие-то песни, как «Проститься», такие вот в этом стиле, в бардовском, они, конечно, написаны при большом влиянии Митяева. Но вообще, когда я ехал в Москву, у меня было несколько навязчивых идей. Во-первых, заработать денег. Во-вторых, непременно познакомиться с Олегом Митяевым. Непременно с ним выпить. Вот. Выпил. 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 Хоть мы и не были еще знакомы. Да, да, но все равно выпил. Да, да. Ну, так сложилось, слава богу, жизнь, что мы познакомились и даже подружились. Если накрывает депрессия, то можно включать любой альбом Олега Митяева. И любую песню. И любую песню нажимать на выбор. Если нужно заряд гордости, надо слушать танцевальную музыку. Потому что, вот если хочешь напиться, то надо слушать Митяева. Или напьешься, можно слушать. Или напьешься, можно слушать Митяева. Вот как. Это, конечно, все такая чудесная ирония. Но, тем не менее, вот видите как, настроение такое. Напиться послушайте. На самом деле, для того, чтобы поднять настроение, я понял, надо слушать грустные песни. Потому что ты начинаешь уравновешивать этого исполнителя. Или вот, знаете, когда прибегает такой какой-то товарищ, такой веселый. Что такой веселый-то? И ты пытаешься его как-то уравнять. И вот это называется психоанализ, оказывается. Насчет вашего пути, который был до того, как вы определились с направлением и стали писать песни уже просто, как сказать, как профессионал, я бы сказала. Вот, хотели стать тренером по плаванию. Это чем вас привлекало? Ну, мы чему-то внезапно могли научиться в детстве. И потом надо было это как-то использовать. А так как я вырос на озере, то я, как все, научился плавать. И поэтому, когда в техникуме сказали, надо выступать за техникум, то я сказал, есть. И выполнил первый спортивный разряд. И как-то вы себя так хорошо чувствовали в качестве тренера по плаванию? Потому что, когда вам пришли и предложили перейти в филармонию, то вы им, в общем-то, отказали. И главным аргументом было то, что они вам, скажешь, они вам комнату дадут. Как-то очень прагматично вы вообще смотрели на это предложение. Ну, да. Потому что мне, собственно, я не собирался петь. И вообще вот эта судьба была настолько настойчива, когда мне предлагалось выступать, петь, писать. Когда я написал первую песню, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, то, собственно, альбом я выпустил через 10 лет. Потому что я не собирался писать дальше, там, выступать как-то. А почему? Никто не оценивал, никто не говорил, Олег, это так здорово. Слушайте, надо дальше. Или вам это казалось каким-то баловством? Может быть, не накопился опыт еще для того, чтобы что-то сказать. Но, во всяком случае, да. Когда предложили мне работать в филармонии, я сказал, а зачем? А мы тебе комнату в общежитии дадим. Я сказал, ну что же вы молчали, ладно, пойду в артисты. А почему комната в общежитии была так важна? Потому что ты уже был женат, и уже нужно было как-то... И как порядочный человек... Оставил все. Да, я все оставил и пошел. Вот, и, в общем, я был на улице, свободен. Поэтому, слушайте, собственно, комната в общежитии решила вашу судьбу, по сути. Нет, даже не так. Я был не свободен, в смысле я был свободен, но я устроился работать завклубом в пансионат Сосновая Горка Увельского района, Челябинская область, чтобы докопаться. Вот. И мне там пообещали... Я, собственно говоря, был прекрасным массовиком-затейником. У меня были программы, значит, песни в кино. Там звучали из разных фильмов прекрасные песни. И другие. В общем, было здорово. И мне пообещали квартиру вообще на берегу озера. Прекрасного. Вот туда недавно упал метеорит. Как раз. Как раз. Да. И все было бы хорошо, но комнату мне не дали. Сказали, ты еще молодой, тут вот он и есть постарше. И все, я остался вот... А так бы я сейчас жил себе в пансионате Сосновая Горка на берегу озера. На берегу озера? Да. На пенсии. Прекрасно бы себя чувствовал. То есть, собственно, иногда вас посещают этому. Да. А пришлось поехать по всему миру. Господи, ужас какой. Я же в результате, когда смотрел на этих придурков-лицедеев, я думал, ну какие же они идиоты. Они могут приехать в любую страну, не зная ни языка, ни французского, ни английского, никакого, да. И везде они свои. И они поехали, и они выступали. А я думаю, а я-то куда со своей авторской песней? Там же текст очень важен. Я даже не предполагал, что я объеду весь мир. Мы дали 400 концертов в Германии перед немцами. Мы выступали в Южной Африке. Два раза мы там были. У меня вышел компакт-диск в Южной Африке, вышел в Германии. Сейчас в Германии вышла книжка. И сейчас я записываю свои песни на немецком языке, чтобы выпустить в Германии альбом. Представляете? А с чем связано, как вы думаете, вот интерес иностранного человека к авторской песне? Понятия не имею. Как это получилось? А когда появилась идея все-таки насчет актерства? Я подумал, два есть хороших, красивых слова, кем можно было бы быть. Это писатель и актер. Красиво звучит? Да. Вот, ну, актер как-то благородно. И писатель тоже. Вот. И я так счастлив, что я не стал актером, потому что мне же говорили, ты же проживаешь, столько жизней ты можешь прожить. И эту роль сыграть, и эту роль сыграть. А своя-то пропадает в это время. Свою жизнь, собственно. А я-то хочу свою жизнь жить. Мне так жалко стало свою жизнь. Я согласился, в конце концов, с судьбой. И выхожу на сцену, и ничего не играю. Просто выхожу, телефон отключен, светло, сухо. Мы сидим, общаемся. Вот это профессия. Далее. Наедине со всеми. Ваша третья супруга, Марина Несипенко, была женой Никиты Джигурды. Это его первая жена. И когда вы познакомились, она таки и была его женой. Она таки и не была его женой. Как? Но они не были женаты. Ну, они не были официально женаты. Они были вместе, они жили в гражданском браке. Не, ну они встречались. Вы хотите увидеть меня в этой версии? Опять! Опять! Тридцать пять! Лестница в небеса. Премьера многосерийного фильма. Смотрите после программы «Время». Мне не нравится ее кашель. Приезжайте скорее. Не волнуйтесь. Амбробене – это пять действий против кашля. От выведения мокроты из легких до повышения местного иммунитета. Саник, вонсо, тю, ай лав ю. Пять действий против кашля. Звучит отлично. Другие кремы стимулируют кожу извне. Мой черный жемчуг действует иначе. Черный жемчуг – самоомоложение. Помогает вырабатывать собственные омолаживающие вещества изнутри. Я убедилась. Кожа омолодилась – эффект стойкий. Правильное омоложение – это самоомоложение. Черный жемчуг. Забудьте обо всем этом. Все, что нужно, есть в новом флагмане. Люмия 950 на Windows 10 с пакетом Microsoft Office. Только в связном. Люмия в рассрочку за 3499 рублей в месяц. Связной. Всегда есть что предложить. Впервые бархатные ручки создали новую формулу нежности. Силкоил Эликсир. Микромасла совершенствуют кожу. Протеины шелка обволакивают поверхность рук, придавая им восхитительную гладкость. Бархатные ручки. Эксперт номер один в уходе за руками. Открой Нести со вкусом черного чая и персиков. Все изменится с первым глотком весны. Нести. Включи весну. Этот ролик ничего не продает. Он помогает найти работу. Хэ-Хэру. Более 300 тысяч вакансий и 500 тысяч проверенных работодателей ждут тебя. Найди работу мечты с нашим бесплатным приложением для мобильного телефона. Всю неделю скидки в перекрестке. Кофе на скафе Голд по 159 рублей. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Господин Верхошинский, можно вам вопрос? Конечно. Есть кредиты. Плачу вовремя, но сейчас тяжеловато бывает. Приходите в Банк Москвы. У нас новая программа снижения платежей по кредитам. Если у вас есть кредиты в любых банках и вы вовремя платите, Банк Москвы поможет вам существенно снизить платежи. И можно будет позволить себе то, на чем раньше приходилось экономить. Ну, куда на майские махнем? Новое, грандиозное шоу «Стомп! Крокус Сити Холл». С 15 апреля. Билеты во всех кассах города. Пап, смотри, как я могу. Смотри, как я могу. А теперь смотрите, как я могу. Тройной эффект Долабена. При ушибах раз, отёках два и воспалениях три. Боль, отёки, воспаления – Долабена. Вот решение. Па, а на скейте можешь? И когда это папа научился печь? На любой вопрос о выпечке всегда есть ответ. Попробуйте средства для выпечки «Доктор Ооткер». Жамалька Умывает красное солнышко Красавица! Всё, будем с тобой пить! Я подозреваю, ох, что поле устроит. Потерял тебя из виду я, моя мелодия. Я не могу, ладно? Больше не оттучи. Shine bright with the moon. Вот это такое мимими невероятное. Так и надо, все говорят. Так и надо, я виноват. Голос. Дети. Новый сезон. В пятницу после программы «Время». Если незнакомец прольёт кофе на мой свитер. Я ему подарил. Чтобы меня удивить, нужно… Сделать что-то талантливое. Если я коротко постригся, это значит… Наконец-то. Олег Летяев. А Москва? Чего Москва? Почему? Вся жизнь здесь? Аж фиктивно даже женились, чтобы в Москве-то оказаться. Ну вот, когда я ехал, когда меня в армию-то забрали в Москву, всё-таки мы после монтажного техникума, такая специальная команда, там никого попало, а после техникума тебя взяли охранять адмиралу флота Советского Союза. Вот. И Москва, и казалось бы, надо здесь остаться. И даже мы с Володей Стомовой, со своим, значит, товарищем, тоже матросом, решили поступать в Институт международных отношений. Ну, придём, два таких моряка в тельняшках, да они не могут нас не принять. Не устоят. Что это такое? Мало ли, что мы историю не знаем. Вот. И собрались уже, и потом я прибегаю к нему ночью и говорю, Вовка, не пойду я, продам какую-нибудь Аляску. И потом отвечаю за это всё, очень ответственно. И решил не пойти. Так. Вот. Потом я мог бы поступить в Московский институт физкультуры, но родители были старенькие. Я думаю, ну что вот они там одни, надо им помогать как-то. И поехал в Челябинск, и там поступил в институт физкультуры. Но потом всё-таки рванули сюда. А судьба, она тебе всё равно. Она же вас зазвала сюда, вы сюда ехали. Нет, это, Москва, это перекрёсток. И ты без Москвы вообще никуда, ты не можешь её мимо проехать. Всё всё равно происходит через Москву. И я через неё ездил, ездил и понял, что неудобно. Угу. Вот поэтому... Лучше здесь осесть. Лучше здесь уже, да. Как вы нашли себе эффективную жену? Да, но прописаться же сложно здесь. Поэтому я, как все нормальные люди в то время, развёлся со своей женой. Нашёл здесь девушку, которая согласилась мне предоставить комнату, выйти за меня замуж. Да. Вот. И мы поставили штамп в паспорте. Потом я через... Каков был бартер? Да, это вот очень важно, потому что было такое время, когда цветной телевизор и кожаная куртка... Да. Решало всё. Это стоило очень... Если перевести на деньги, это как раз та сумма, которая для этого нужна была. Так. Чтобы получить комнату. Предоставили ей цветной телевизор. Я всё предоставил. Кожаную куртку. Ну, потом она меня, как это сейчас говорят, кинула, в конце концов. Но в это время... То есть она... Эта квартира оказалась служебная, и с пропиской всё получилось, а с жилточью... Жить там было нельзя? Нет. Но, в общем, в конце концов, со всякими этими передрягами я опять женился на своей жене, с которой я развёлся. Вот. И мы переехали в Москву и купили квартиру совсем другую. Угу. Так что всё произошло. Так, в общем, уладилось как-то. Москва была взята, так или иначе. Владимир Путин потребовал от госкомпании начать переход на российское программное обеспечение в ближайшее время. В первом полугодии в качестве рекомендации, во втором в обязательном порядке. Путин подчеркнул, что ограничения на закупку иностранного ПО должны так или иначе касаться и компании с государственным участием. Закупок для них за рубежом намного больше, чем для органов власти. Дмитрий Медведев пообещал отсрочить рост тарифов на горячую и холодную воду для тех, кто ещё не установил счётчики. Об этом заявил в ходе приёма граждан в общественный приёмный председатель Единой России в Перми. Новые тарифы планировались с апреля, но люди во многих регионах просили не спешить с этим решением. По словам Медведева, считать воду, конечно, надо, но по-человечески, не напрягая ситуацию. Как вас свела судьба с Булатом Шалычем Акуджавой? Это было какое-то ощущение, что вас, не знаю, там, до генерала дослужились, коли вот так в одной компании оказались? Я до сих пор не понимаю его ко мне отношения, да, потому что когда мне в Челябинск пришло письмо от Булата Акуджавы, а я, значит, член клуба самодетельной песни «Маримоша» при тракторном заводе, то есть я же знаю, кто такой Акуджава. Вот, и мне приходит письмо, я посмотрел вашу передачу по телевизору, я хотел бы с вами пообщаться, и потом написал мне, как доехать до Переделкина. Я до сих пор, собственно говоря, езжу по плану Акуджавы до Баковки, потом налево, и вот как он написал. И начались вот такие вот встречи. Мы с Костей Тарасовым приезжали к нему, и как-то вот длилось это, длилось, и я понимал, что надо как-то... Мы от него очень много брали, а что мы ему-то? Зачем мы ему? Да, я ему как-то сказал, Булат Шалыч, а хотите я вас с Макареевичем познакомлю? Все, решили с морского плеча наконец-то оплодить. Он говорит, ну, хочу. Я позвонил, говорю, Андрюша, а ты хочешь, я тебя с Акуджавой познакомлю? Он говорит, хочу. Не то слово? Да, и мы собрались, я привез Андрюшу, познакомил, мы выпили. Опять-таки? Попели песни, провели прекрасный вечер, и потом не один, потом еще раз встретились. Потом я чувствую, надо дальше как-то... Двигаться? Да, и я сказал, Булашович, а хотите, я вас познакомлю с Ивашенко и Васильевым? Он говорит, хочу. И мы приехали с Ивашенко и Васильевым. Выпили хорошо. Это был поэтический такой вечер, прекрасный. Это было интеллектуальное общение, разбор каких-то песен, стихов. Это было здорово. Наш пароходик отходит в светлое прошлое. В лето с рубашками в клетку, в наивность речей. В песни забытые и в ожидание хорошего. В шелест плащей из баллони и прочих вещей. В прошедшее, в знакомое, туда, где февраль и прозрачен избежь. Там сумерка, окно мое, от радости светится и от надежды. Относительно своего паспорта старого вы говорили, что на нем уже страничек не хватало, где указывалось ваше, собственно говоря, семейное положение. Потому что и фиктивные браки, и не фиктивные браки. Это как-то мотало вас по юности лет. Да. Влюбчивые были очень. Ну, видимо, так получается. Я вот два раза точно приходил к жене и говорил, что, ну ты видишь, как мы, ну видно же, что мы не любим друг друга. Ну вот мы живем уже, понятно. А я так влюбился сейчас. Ну просто ты извини, я должен... Вот вы сумасшедший, простите, мягко говоря. Нет, ну ладно, после второго раза я понял, что это сразу, это атомный взрыв. Ну что, так не надо говорить женщине. Конечно, потому что даже если это так. Ты понимаешь, что это так. Ну, отношения себя исчерпали, а тут на тебя свалилось это несчастье, огромная любовь. Несчастье? Вот я сейчас думаю, что вот сейчас свались оно опять. Это же что, опять все рушить? Не дай бог, то есть, короче. Да, не приведи, господи. Ваша третья супруга Марина Несипенко была женой Никиты Джигурды. Это его первая жена. И когда вы познакомились, она таки и была его женой? Она таки и не была его женой. Как? Но они не были женаты. Ну, они не были официально женаты. Они были вместе, они жили в гражданском браке. Не, ну они встречались. Вы хотите убедить меня в этой версии? Что они просто встречались? Я вообще не хочу об этом говорить. Ну, просто мне любопытный момент, что у Никиты тоже был бардом, как бы. И как вы, в общем, как вы справлялись с этим атомным взрывом, когда вы были знакомы все вместе? И потом так получилось, что пары распались. Я просто спрашиваю, ну как сказать, как вы через это спрашиваете? Да, как вы с этим справлялись? Послушаем Марину. В гражданском браке у меня никогда не было уверенности. Это как бомба какая-то была, пороховая, которая могла взорваться в любой момент. А вот наоборот, с Олегом я приобрела какую-то такую уверенность, покой. Нежность проявляется в том, что Олег встает раньше всех, он готовит кашу себе и как бы нам. И он делает бутерброды. Вот в этом, наверное, проявляется, не знаю, лирика, романтика, но я знаю, что это любовь. В отличие от очень многих людей и мужчин, которые там совершают какие-то поступки и потом очень этим бравируют, да, особенно артисты этим грешат, то Олег очень не любит. Если он что-то и совершает такое, он предпочитает, чтобы это оставалось между нами. Он может чем-то быть расстроен, вот так. А чтобы вот это его надо очень постараться, чтобы его довести, чтобы он повысил голос, это надо очень постараться. Но у меня это получается иногда. Ну, вредность, характер. Он легкий. Он легкий, он добрый, но непростой. Естественно, может сложиться впечатление, что я рисую такой вот идеальный образ, да. Конечно, у каждого есть, как говорится, свои тараканы, свои какие-то мульки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот Марина сказала, что ей удается вас почти идеального все-таки периодически доставать в силу своей вредности. А это что означает? Это, наверное, в силу все-таки долгого совместного проживания. Потому что вот я сейчас вспоминаю характер моей мамы, что... Похожа Марина с мамой или нет? Нет, я похож с мамой. А, вы... Как бы я легко могу простить человеку какой-то поступок или какое-то отношение. И второй раз могу, и третий, и четвертый. У меня довольно большой... Запас терпения. Да. То есть я раз до 7-8 могу спокойно к этому относиться, затушить и идти дальше, да. Но я знаю, что этот предел есть. Тогда я достаю шашку. И срубайте голову. Да, поэтому... Но когда люди находятся с тобой рядом все время, и Даша, и Маша, то иногда они достигают своей цели. Насчет шашки? Насчет шашки, да. Но они чуют, что близко подошло? Ну, они краев не видят. То есть потому что вы очень мягкие и стремящиеся к идеалу. Да, им кажется, что все, уже медведь заснул. А тут самое оно и начинается. А как ваши близкие понимают, что вас не надо беспокоить, что вот пошел творческий процесс? Папа сочиняет, муж сочиняет. Ну, это как-то все... Какой-то знак вы им подаете? Все внезапно как-то накрывает. У меня просто вот какие-то накапливаются мысли, бумажки, записки. И наступает период, когда нужно эти бумажки разбросать, сесть и... И начать писать. Да. А вообще очень любопытно, там в одном интервью я прочитала, говорите, что для того, чтобы писать, нужно ничего не делать. Конечно. Технологическая необходимость моей профессии это лежание на диване, ничего не делая. Чудесно. Хождение с друзьями в баню, просмотр всяких фильмов. Дурацких фильмов просто или не дурацких. Вот это необходимость. Вот ну иначе ничего не получится. И так они прямо и на цыпочках говорят, да, да, давай. Ну я не, опять мне придется рассказать этот анекдот, когда мы вот обсуждаем эту тему, вот другого не придумаешь. Когда Бетховен сидит, пишет симфонию, заходит жена и говорит, Людвиг, ты бы помыл полы? Он говорит, слушай, я пишу симфонию, ты ходишь, меня отвлекаешь. Она говорит, ну я же источник твоего вдохновения. Он говорит, кто ты? Ха-ха-ха-ха-ха. О! О! Что касается предложений руки и сердца Марине, что так неромантично вы его делали? А я делал его. Ну да. Я сейчас вспоминаю. Не помните? Нет. Здравствуйте, ну вы же поэт. Где же какая-то, я все пытаюсь наскрести какую-то романтику. Ничего. Ни руки и предложения не помните. Пришли, сказали тещи и дочке. Не, оно как-то постепенно все происходило. Мы так долго, значит, не соединялись. Опять же, нас же было прийти и сказать жене, извини, я полюбил другую. Да, надо было собраться с духом. А я уже знал, чем это кончается. Угу. Вот, поэтому мы старались все-таки разойтись. И, кстати, в одном письме она мне написала, что вот, ничего не получается, а уже лето. А лето это целая маленькая жизнь. Вот я думаю, о! Вот где сработала история. И думаю, сделаю ей приятное. И написал, что лето это маленькая жизнь. Это тут вам спасибо большое. Я очень люблю эту песню. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод. И пошел на улицу встречать лето. А лето это маленькая жизнь. Лето это маленькая жизнь. Поросль тихо подрастает на щеках. Поросль топлывет по лету. А меня нету. Лето это маленькая жизнь. Далее. Наедине со всеми. В какой-то момент Сын Филипп у вас организовывал рок-группу. Это ужасно просто. Человек, который слушал с самого детства... Песни Олега Митяева? Висбора, Акуржау, Мищуков. Ездил по фестивалям. И в конце концов, вот... То есть вы не принимаете эту музыку? Ну, я не люблю ее. К юбилею режиссера. Когда был крайне чем-то недоволен, он не выяснял отношения, а почему-то вставал на голову. У него есть редкий дар быть самим собой. Черная кошка Станислава Говорухина. Смотри, старик, не промахнись. Не промахнусь. Ворошиловский стрелок. Я люблю Александра Ивановича. И он меня. Мы теперь всегда будем вместе. Благословите женщину. Скажи, тебе не кажется, что все это происходит не с нами? Что это не ты и не я? А ты просто зритель. И премьера. Конец прекрасной эпохи. В субботу. На Первом. Мистер Пропер с детства видел, как нелегко было его бабушке мыть пол стиральным порошком. А потом еще и смывать разводы водой. Говорят, именно это сподвигло его создать моющее средство с формулой без смывания. Оно удаляет даже самую стойкую грязь, не оставляет разводов, и его не нужно смывать. И пол чистый, и бабушка довольна. Мистер Пропер. Чистота – это его призвание. Может ли состояние волос улучшаться с каждым днем? Да. С новым Дафно Тритих Солюшенс. Волосы сразу увидят более здоровыми. И с каждым применением становятся сильнее и красивее. Новый Дафно Тритих Солюшенс в технологии Кератин Репеа мгновенно восстанавливает и глубоко питает день за днем. Для более здоровых, сильных и красивых волос. Новый Дафно Тритих Солюшенс. Впервые бархатные ручки создали новую формулу нежности. Силкоил Эликсир. Микромасла совершенствуют кожу. Протеины шелка обволакивают поверхность рук, придавая им восхитительную гладкость. Бархатные ручки. Эксперт номер один в уходе за руками. Все больше женщин открывают естественную красоту ногтей с новой электрической пилкой Шоль для ухода за ногтями с тремя насадками. Корректируем, шлифуем, полируем. Теперь это просто как никогда. Естественная красота и блеск ногтей. Новая электрическая пилка для ногтей от Шоль. Забудьте обо всем этом. Все, что нужно, есть в новом флагмане. Люмия 950 на Windows 10 с пакетом Microsoft Office. Только в связном. Люмия в рассрочку за 3499 рублей в месяц. Связной. Всегда есть что предложить. Только в апреле. Станьте обладателем Lexus NX с оптимальной формулой покупки от Lexus. Трейд-ин с выгодой 150 тысяч рублей. Кредит с комфортным ежемесячным платежом. И страхование на привлекательных условиях. Три привилегии в едином финансовом предложении. Теперь Lexus NX также доступен в новой комплектации Progressive. Два миллиона женщин уже сделали выбор в пользу гладких шелковых ножек, которым так и тянет прикоснуться. Розовая электрическая пилка Шоль с экстра жестким роликом и бриллиантовой крошкой легко удаляет огрубевшую кожу, оставляя ножки такими гладкими, что и словами не передать. Попробуйте сами. Мы выращиваем карма на собственных сельхозугодьях и кормим коров на наших фермах. Залевский фермер. Только натуральные продукты. ЦИАН проверяет свою базу недвижимости и удаляет из нее недостоверное объявление. Ищите проверенное жилье. Установите мобильное приложение ЦИАН. ЦИАН У гитары порвались струны, а я стал читать «Танки» и «Хоуку» из своих песен. Самый прямой путь к сердцу девушки. Любовь. Если мои дети откажутся идти на мой концерт. Слава Богу. Что касается ваших сыновей, как складывается их жизнь? В какой-то момент Сан-Филипп вас организовывал рок-группу. Он называл ее «Тяжелой наследственность», что забавно. Потому что тяжелый рок. И потому что и наследственность принудила его заниматься музыкой. Куда деваться. А что сейчас поделывают они? Ну, он так и создал эту группу. Так и поет этот тяжелый рок. Мне это ужасно. Человек, который слушал с самого детства. Песни Олега Митяева? Висбора, Акуджаву, Мещуков. Ездил по фестивалям. И в конце концов, вот... То есть вы не принимаете эту музыку? Ну, я не люблю ее. То есть у вас полномасштабные отцы и дети с вашим сыновым Филиппом? Ну, это не влияет на наши отношения. То есть вы можете ему, честно, признаться, что вам это не нравится. Конечно. Да, но при этом он... А он снисходительный к вашей музыке, наверное. Каждый пишет, как он дышит. Говорил, был, отшалчивал. Да, поэтому, ну что тут, все сказано. А что касается Савы, а что касается старшего сына? Савушка еще смешнее. Он, значит, во-первых, он поступил в кулинарный колледж и теперь будет поваром. Вот, наконец-то есть нормальный человек, на который можно положиться. Поэтами, музыкантами, музыкантами. А будет кто кормить? Но он создал группу. Так. А они играют гаражный рок. Ну, то есть, короче, музыкальное вот это вот зерно упало на почву, да, и прорастает. Но учеба в кулинарном колледже происходит. Все-таки вы на нее рассчитываете? Да, я на нее рассчитываю. А старший ребенок что делает? Совсем старший сын? Ну, он рожает мне внуков. А, то есть, у него такая задача. Он вас снабжает по этому направлению. Уже трое, но потом... АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что он в Челябинске, и он работает в фонде, который мои друзья создали по поддержке культурных инициатив. И это на сегодняшний день вообще выходит в основные мои занятия. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте послушаем сейчас вашего друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрия Харатьяна. Ну, по-моему, фамилия обязывает. Митяев. Что-то какая-то мягкая, располагающая, какое-то очень душевная. Митя. Я Митя, он Митяев. Да, он очень такой мягкий человек. Я подозреваю, что у него нет жесткости характера. Я думаю, что в каких-то, может быть, там, профессиональных, наверное, вопросах, связанных с его коллективом, с какой-нибудь гастройной деятельностью, я уж не знаю, с какими-то там, ну, дисциплинарно-административными моментами его жизни. Может быть, он и строг с кем-то. Но я этого не наблюдал никогда. Я его всегда в расположенном мироощущении только помню и наблюдал. Он позитив такой. Он лидер в том деле, которое он делает. Даже это не профессия, даже это какое-то состояние души его. По сути, ведь он все равно спортсмен, да? Он с этого начинал, и это в нем, ведь это не уходит никуда, как и офицер. Да, он офицер, он не может быть в прошлом, там, бывшим. Также спортсмен, он не может быть бывшим. Это суть характера, это вообще, как бы, так сказать, воля к победе. И поэтому лидерские качества совершенно необходимы спортсмену. И неважно, он в индивидуальных видах спорта или там в командных. Он-то в индивидуальном, это все-таки плавание. Поэтому, наверное, вот эти лидерские качества тоже, безусловно, есть. А как они, вот эти качества, мягкость, с одной стороны, которую констатирует Дима, и лидерство, уживаются в вас? А когда я был секретарем комитета комсомола... Ой, елки-палки, так. ...в институте физкультуры. Да. Причем меня выбрали, это не то, что назначили, а 800 человек, они меня выбрали. Так. Это было почетно. Но я играл на гитаре, а они делали стенгазеты в это время или что-то там. Они говорят, ты пока поиграй. Вот я, собственно говоря, так организовал какие-то мероприятия. Я пел, а они проводили субботник или рисовали газету или что-то. То есть вы создаете настроение? Я не знаю. У меня нет рецептов, но вот так было. Может быть, я думаю, это в какой-то степени отвечает на это. В вашем интервью я вычитала такую цитату. У меня есть список мечт, напротив каждой стоит цена. Что значит... Я так понимаю, причем из контекста понимала, что это не цена конкретная. Это не то, что мечтаю о самолете и знаю, сколько он стоит. Ну, они все переплетены, например. И не напротив каждой стоит цена. Вот у меня есть песня, она называется «Мечта номер 4». Так. Она в этом списке стоит. Это такая мечта дотащить раскладушку до поля в разомлевшего клевера запах и от вечера, как от запоя, повалиться лицом к небесам. В общем, потом вместе с этой раскладушкой приподняться над полем и полететь в путешествие вокруг земного шара. Ну, вот я себе, мне это приснилось... Трудно осметить такую мечту. Бюджет написать довольно трудно. А есть ли все-таки что-то более конкретное, о чем все еще мечтается, но не исполнилось? Мечта написать хорошую песню, она остается всегда. Олег, спасибо большое. Мы хотим подарить вам подарок от нашей передачи. Вы наверняка знаете о том, что у Блада Шалчаку Акуджаву переделки нам было собрание колокольчиков. И даже до сих пор есть такой праздник, день колокольчика. И мы хотим вам подарить такой колокольчик, изготовленный в Челябинске. О-ля-ля. Чтобы все сошлось. Такой вот из вашего чугуна, я бы сказала, который у вас там льют. Да, вот, да. Этим колокольчиком можно оповещать ваших близких. Видите, он же в лиру заключен. Что пришло время ничего не делания. И что вы не просто так лежите у телевизора, смотрите его. А это песни, песни сочиняются. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое.